Жить не за счет бюджета области, а зарабатывать самостоятельно. Изменить принцип работы областного дворца молодежи пытаются региональные власти. В Управлении по делам молодежи решено перевести ОДМ из статуса казенного учреждения в автономное. А для этого расширить не только перечень услуг, но и их качество. Подробности в сюжете. Песня и поздравления со сцены. Сегодня в областном дворце молодежи все внимание направлено к ветеранам всех войн, которые прошли в прошлом веке. Концерт организовал детско-юношеский центр патриотического воспитания. Вот здесь у нас проходит очень много различных молодежных мероприятий. Скоро таких праздничных мероприятий ОДМ станет еще больше. Мария Козлова, сотрудница дворца молодежи, рассказывает, сейчас большая часть площадей здания чаще всего пустует. Помещений, в которых проводятся занятия, немного. Здесь у нас зеркальный зал, где занимается танцевальный коллектив. Сюрприз. Ребята танцуют и утром, и вечером. Много разных групп, разная возрастная категория занимающихся ребят. Пока в этом здании проходят репетиции, концерты и издается молодежная газета. Но в скором времени все должно кардинально измениться. В правительстве области решили вывести дворец молодежи на самоокупаемость. Я думаю, что он преобразится в действительно культурное пространство для молодежи всей области, где будет различных очень много направлений для самореализации молодежи. То есть это будет своеобразная площадка для молодежи, где будет ей интересно и развиваться, и отдыхать, и работать, и придумывать что-то новое, творить. Основной акцент в развитии этого учреждения культуры на молодежь, которая для своих творческих занятий будет арендовать помещение. Правительство области частично профинансирует ремонт здания, чтобы даже внешний вид был привлекательным для будущих клиентов. Поддержать обещают и морально. Что должно быть? Это должна быть площадка для творческой лаборатории, возможно, какая-то лаборатория для реализации каких-то своих, может быть, даже не совсем обычных, обыкновенных проектов, да, то есть любых идей, в которых они могут получить поддержку, консультацию, либо определенное материально-техническое обеспечение. В первую очередь собираются изменить название. По новому имени должно быть понятно, какие направления деятельности будут предложены посетителям. Один из вариантов уже придумали сами сотрудники ОДМ – молодежное пространство квадратов. Другие предложения принимаются до 9 сентября.